Всем привет! Напомню, что меня зовут Ирина, я таролог и психолог. Рада вас приветствовать! Сегодня расклад на тему «Кто на вас гадает? Кто желает получить о вас больше информации? Кто интересуется вашей жизнью, течением ваших дел?» Итак, кто этот человек? Кто интересуется вашей жизнью сегодня? С этим человеком были у вас доверительные отношения когда-то? А потом произошло что-то? Вот по карте сутка какое-то событие. Полная перезагрузка произошла. И по шестерке жезлов, скажу так, ситуация перешла на новый уровень. Вот изначально была какая-то обоюдность, была взаимность. Были очень неплохие отношения, неплохой потенциал. Вы открылись этому человеку. Вы открылись этому человеку. Но человек выбрал деньги. Рыцарь Пентакли выбрал деньги. Здесь отношения показывают, как будто какая-то борьба. Сложные отношения. Как будто, знаете, человек воюет против кого-то. Вот вы реально здесь как будто вынуждены отстаивать свои позиции в этих отношениях. Покажите нам человека, конкретного человека. Кто этот человек? Этот человек сегодня, конечно, живет очень неплохо в плане финансов. У него много открытых дверей. Но он же стремился к финансам, к деньгам, к потенциалу. К Пентаклиевому потенциалу. К карьерному росту, может быть. К какому-то уровню саморазвития, самореализации в жизни. И сегодня судьба перед ним открывает очень многие двери. Но сказать, что человек удовлетворен своей жизнью на все сто процентов, я не могу. То есть смотрите, да, этот человек показывает нам кого? Кто когда-то был с вами в очень доверительных отношениях. Здесь, если были любовные отношения, люди относились друг к другу очень как-то нежно, щепетильно. Может быть, человек к вам относился вот так, да? Как бы, знаете, оберегать вас пытался мужчина. Если мужчина, вы смотрите, да, расклад. Значит, здесь женщина максимально старалась о вас заботиться. Но то ли влияние третьих лиц, потому что мне толпу здесь показывают. Шестерка жезлов и колесница. Какая-то борьба. Борьба с некой толпой. Толпа, знаете, оголделых людей, которые что-то кричат, которые что-то требуют, да? Которые возмущены и которые чего-то хотят добиться. Как будто здесь против ваших отношений реально восстала некая толпа. Но возвращаемся к жизни этого человека. Что на данный момент у него? Ну, вот показывает по тройке мечей хаос какой-то. Тройка мечей – карта внутренней неудовлетворенности тем, что сегодня есть в жизни. Хотя я повторю, что у этого человека открыты многие двери, благодаря отношениям, в которых он сегодня находится. Если это ваш мужчина, он явно сегодня находится в отношениях. Возможно, это брак. Но в целом эти отношения для него как бы открывают новые двери. При этом на душе у человека тоска, боль, какой-то внутренний дисбаланс. Как будто, знаете, что-то мешает ему почувствовать себя счастливым. И он постоянно, знаете, ставит свою жизнь на паузу. То есть, вот четверка мечей, да, карта паузы, остановки. Но вот полноценно счастливый человек никогда на паузу не ставит свое настоящее. Здесь человек ставит на паузу свое настоящее. Он совершенно не думает о будущем и возвращается мысленно все время в прошлое. В прошлое. Ну что он сегодня думает о вас? Давайте посмотрим, что думает о вас. Думает, что у вас все замечательно, что у вас серьезные в жизни продвижения. Что у вас новый уровень жизни, наверное, успехи, богатства, благополучия. Очень счастливая жизнь. То есть, он считает, что вы, в отличие от него, гораздо более счастливы сегодня. Думает о вас, да? Вот лишнее подтверждение тому, что он о вас действительно думает. И что он действительно, как будто жизнь свою остановил, поставил на паузу. Потому что после вас, после ваших отношений, после того, как вас судьба свела, он жить, ощущая полноценное счастье, не может. У него на душе какой-то остался осадок. Но осадок, видимо, из-за собственных действий, из-за собственных ошибок. Он сам себя наказал по восьмерке мечей. Он сам себя ввел в эти жесткие рамки, в которых сегодня находится. Принятием своего решения, своими действиями. Как видит вас сегодня этот человек, еще расскажите. Ну, во-первых, видит вас человеком очень активным по жизни, полным энергии. Он считает вас сильной женщиной. Сильные женщины привлекают мужчин своей силой, своей энергией, своим умением менять пространство, трансформировать все, что вокруг. Вы для него, конечно, единственная. Вы для него такая одна. Восогненный темперамент. У вас какой-то особый внутренний мир, да, есть вот этот внутренний огонь, какая-то совершенно уникальная энергетика, теплая, мощная при этом, и одновременно как бы спокойная, умиротворяющая. Он от этого подпитывался. Он когда-то от вас получал силы, энергию. Он с вами был счастлив, хотя этого не осознавал. Будучи с вами, он все равно смотрел в сторону материального успеха. И именно там рассматривал для себя наиболее подходящую нишу. Но с вами было очень тепло, комфортно. И даже в какой-то момент своей жизни он действительно соотносил вас, вас, как человека для будущего, для семьи, для близких отношений, для семейного очага, да, для построения именно таких вот серьезных семейных отношений. Кто вы для него сегодня? Две карты. Ну, вы для него загадка. Он вас совершенно не понимает и, наверное, никогда, пожалуй, не понимал. Карта Луна. Ну, ваша женская душа для него потемки. Он привык, конечно, объяснять все логически. При этом ваши действия, ваши шаги, вашу позицию. Как-то вот до сих пор даже он не может объяснить. Он хочет понять причины ваших действий, причины ваших осуждений вот таких, да. Были между вами серьезные разговоры, какие-то проблематичные ситуации, которые вы решали. Но вашу позицию человек никогда не понимал. Ему трудно принять то, что он не понимает. Хорошо, а чего он ожидал от вас? И почему так удивлен, что вы не соответствуете его ожиданиям, как бы? Ну, смотрите, он ожидал от вас, что вы, как вот, знаете, ну, вы более понятный человек, да, что вы будете вести себя более предсказуемо. Он, встретив вас, решил, что вы такая же, как и все, и что отношения с вами, ну, это очередной виток в его жизни ничем знаменательным не будет являться. Но как он ошибся? Потому что, погрузившись в отношения с вами, да, вот с головой буквально, со всей своей страстностью, он уже в какой-то момент понял, что, если он не примет решение, если он сейчас не остудит голову, он просто не сможет от вас уйти. А у человека другая жизнь. А у человека все-таки какие-то обязательства где-то. Ну, давайте посмотрим все-таки еще на сегодняшний момент, вот как он вас видит. С одной стороны, он вас не понимает, по-прежнему, как и раньше. А с другой стороны, он понимает, что он должен соответствовать определенному уровню, находясь рядом с вами, будучи с вами в отношениях. Ну, потому что вы человек огненный. Вы человек, который, если ставит в жизни планку, то это всегда достаточно высокая планка. Он тоже, в общем-то, ставит в жизни достаточно высокую планку, но, вы знаете, она настолько завышена, что не соответствует его истинным способностям, его ресурсам, которые даны ему. Вы ставите планку высокую, потому что у вас ресурс есть, у вас внутренний огонь есть, у вас движущая сила энергетическая есть. То есть, перед вами двери в жизни сами будут открываться. Ну, и всегда, в общем-то, так было. А вот у мужчины ресурс более какой-то пассивный. Вообще, он человек более пассивный, нежели вы. Вот сравнивая уровень активности ваш и уровень активности по жизни этого мужчины, я могу сказать, что, конечно, мужчина здесь пассивный, мужчина здесь статичный. Мужчина хочет многого, но не хочет в это вкладываться. Да ему и не хватает ресурсов. Я говорила, да, что он от вас подпитывался энергией. И пока он был с вами в отношениях, у него в жизни была удача. Именно потому, что он подпитывался вашей энергией. Вы человек, несущий удачу, вы человек, несущий позитив. Вы силой добиваетесь чего-то. Но сила не в плане того, что идёте по трупам, а в плане того, что вы ставите цель, идёте. У вас есть потенциал, вы чувствуете в себе ресурс, вы видите цель, и вы решаете эту задачу. Добиваетесь этой цели. Мужчине сложно двигаться таким же путём, потому что у него нет такого энергетического потенциала, как у вас. Я сразу здесь проскладываю, отслеживается разность энергетических составляющих. Уровень вашего энергопотенциала, он, конечно, намного выше. В тех отношениях, в которых сегодня человек пребывает, он счастлив. Давайте будем ещё уточнять, да, счастлив ли он сейчас в новой жизни. Ну, карта Император, она не про счастье. Она про сильные позиции, она про твёрдую почву под ногами, она про карьерный рост. Про достаточно высокие горизонты, которых, возможно, он сегодня достиг, либо идёт к этому. Но не про счастье, не про ощущение удовлетворённости тем, что иметь. Нет, душа плачет, видите. Душа плачет у него. Ранен человек, ранен и сам виноват. Он понимает, что он сам разрушил своё собственное счастье. То хрупкое счастье, которое было у вас, он разрушил собственными руками. Ну, давайте посмотрим. Та женщина, которая рядом с ним. Счастлива ли она? Нет, она живёт ожиданием конца. В этих отношениях никто не счастлив. Она ожидает, что не сегодня, а завтра он может уйти от неё. То есть она в нём не уверена. Ну, вот карта Паш Кубков и карта Сила. Паш Кубков ребёнок может, либо дети, в этих отношениях быть. И именно этот момент удерживает мужчину на данный момент. Ну, или она пытается его этим удерживать. Силой, да? Карта Сила – это всё-таки психологическое давление. Он понимает, что ему не уйти от этого. Здесь сейчас главный аспект, который удерживает его в этих отношениях – это ребёнок. Хорошо, помимо детей есть что-то, что удерживает сегодня этого мужчину. Ну, есть что-то, но он этого не видит. То есть здесь может быть и магическое воздействие. Видите, на благополучие здесь могут что-то делать. Полная чаша кубков. Но и десятка Пентакли. Материальный аспект, так или иначе, тоже какой-то присутствует. То есть у них материальная стабильность, какая-то общая есть. Общий бизнес, общие дела финансовые. Где каждый имеет свои обязательства. То есть помимо ребёнка здесь, конечно, есть ещё и финансовые обязательства. Но всё равно здесь показывают ребёнка как движущую силу в этом аспекте. В аспекте их отношений. То есть то, что помогает сегодня сохранять этот брак. Ребёнок помогает сохранить этот брак на сегодняшний день. Но опять же, через силу. Человека удерживают через силу. Нужен ли ему этот ребёнок или эти дети сегодня? Карта дьявол. А вообще ему, знаете, никто не нужен сегодня. Ни ребёнок, ни дети, ни эта женщина, ни вообще окружение, которое сегодня в его пространстве. И не те вопросы, которые сегодня ему приходится решать. Ему этого ничего не нужно уже. Он был бы, знаете, был бы волен, он бы обнулил всё это по карте дурак. Он бы полностью перезагрузил свою жизнь. Он бы всё это оставил. Он живёт, знаете, вот какими-то ожиданиями, что когда-нибудь судьба подарит ему шанс. По отшельнику, по отшельнику он одинок. В душе этого человека царит одиночество, желание побыть наедине с собой, закрыться от того общества, в котором он сегодня живёт. Ну а люди там присутствуют, давайте посмотрим, социум, который, может быть, вам помешал когда-то. Люди там присутствуют, башню сделали. Фактически здесь люди разрушили ваши отношения. Но вот сказать, что они разрушили вас как Личность, я не могу. Хотя удар был очень даже таким неожиданным по колесу фортуны. И, скорее всего, болезненным для вас. Но разрушение больше как бы вот пало на этого мужчину, но поскольку он энергетически слабее вас. То есть основной удар он принял на себя. Разрушили жизнь. Это близкие родственники, скорее всего, близкий круг, кто эти люди, уточню. Но Иерафант тот, кто советует, тот, кто заточен на традиционность, тот, кто рассматривает любой жизненный аспект через призму логики. Но не всегда то, что является логичным, то, что кажется логичным и очевидным, таковым является. Иногда нужно пойти по зову сердца. Хорошо, что хочет узнать сегодня мужчина о вас? Какую тайну информации? Почему он на вас гадает? Что его интересует? Ну, во-первых, интересует, есть ли в вашей жизни мужчина еще помимо него, да, либо вы в одиночестве. Вот здесь аспект личной сферы, карта императрица, да, он хочет знать, есть ли у вас статус свободный вы сегодня, либо нет. Но уровень нематериальной сферы вашей хочет знать. Насколько вы счастливы? Почему-то он уверен, что вы очень сегодня счастливы. Что хочет узнать? Очень хочет, знаете, вновь подпитаться от вас энергией. Видите, жезловая королева выходит, не хватает ему энергии. Вы как будто человеку давали энергетический толчок в жизни, к удаче, к процветанию. Вот сегодня он работает, он вкладывается, он действительно старается по жизни как-то идти вверх. Но у него слабенько это получается. Очень много проблем. Путь, который, который, ну вот, с какими-то связан преградами. Вот он вроде бы начинает что-то, а потом уходит. Потом отходит от этого. Передумывает. Одно начинает, оно не идёт, он это оставляет, да, восьмёрка кубков. Не получается сегодня у него выбрать верное направление. Не получается у него ступить на путь, который принесёт ему удовлетворение его потребностей и финансовых, и каких-то личных. То есть не хватает вашей движущей силы, ваших энергий. Хотел бы по рыцарю кубков написать вам, либо встретиться, пообщаться. Но понимает, конечно, что всё очень сложно. Десятка жезлов. Всё слишком сложно. Опечален. Но при этом тоскует, скучает и хочет встречи. Ждёт ли он от вас первого шага? Давайте посмотрим. Ждёт ли от вас? Ну, это будет, конечно, величайшим чудом. Видите, карты какие. Величайшим чудом. Но даже понимая, что это будет один случай из тысячи, хочет верить в это. Всё-таки верит. А вдруг это неожиданно случится? А вдруг вы неожиданно снова войдёте в его пространство? Ну, он понимает, что этого не произойдёт. Как-то быстро так себя спускает на землю. Осознаёт тот факт, что он выстраивает воздушные замки. Между вами обман. И он отлично понимает, что именно он является источником вот этой истории, которая между вами на данный момент. Он несколько раз пытался что-то изменить, но сталкивался с вашей холодностью. Звезда холодной энергии. Он почему-то чувствовал ваше равнодушие. Может быть, о помощи просил вас человек. Может быть. Видите, он барахтается в море жизни. Но рядом с ним какая-то женщина. Такая холодная, властная, жёсткая, принципиальная. А вы такая тёплая, нежная, кубковая королева. Притягательная, красивая, манящая. Он надеялся на вашу помощь. И, кстати, до сих пор продолжают надеяться. Что вы протянете руку первой. Он боится сделать первый шаг. Потому что отлично понимает, что виноват. Но, естественно, он боится, что вы его отошьёте. Он ждёт от вас первого шага. Что он знает сегодня о вас? О вашей жизни. Да, в общем, практически ничего. Он какие-то домысливает здесь события. Может быть, долетает до него периодически. Какая-то обрывочная информация о состоянии ваших дел. Ну, вот видите, в принципе, всё хорошо по карте гармонии. По карте мир, да? Да, гармоничная жизнь, процветание, новая жизнь. Он считает, что вы начали новую жизнь. У вас там всё прекрасно, гораздо лучше, чем было раньше. То есть, почему-то он даже и не пытается, может быть, вдаваться в подробности, что у вас. Его интересует, есть ли с вами рядом кто-то. И как у вас с материальной точки зрения. А в целом, его представление о вашем настоящем сегодня в таком формате, что у вас всё прекрасно, замечательно, вам везёт, вам благоволит судьба. И что вы всё равно победили в этой ситуации. Он уверен, что вы в этой ситуации победили. Что вы не чувствуете себя проигравшей стороной. Вы не чувствуете себя жертвой обстоятельств. А он хотел бы, чтобы вы ощущали себя жертвой. Ну-ка. Но закрывая вот эту дверь, ваши отношения, да, прекращая это, он, конечно, он не думал, что вы проявите такую силу воли. Он не думал, что вы настолько сильная женщина. Вы, конечно, его удивляли, иногда шокировали своими какими-то проявлениями, такими энергетическими всплесками, принятиями решений каких-то нестандартных. Но в этой ситуации конкретно, вот когда он завершил отношения, он не ожидал, конечно, что вы и в этой ситуации как-то вот сумеете быстро сориентироваться. И что вас не раздавит ваше собственное ощущение жертвы, слабого звена. Очень быстро взяли себя в руки. Вот это он точно знает откуда-то. То, что вы честный человек, то, что вы порядочный человек, ну, в общем, это он уже понял. Сквозь призму времени, пока он находится в этих отношениях, он очень многое переосмыслил по карте правосудия, да, здесь весы человек взвешивает тщательно, какие-то моменты, которые между вами были, анализируют вас как Личность, он сомневался в вас. Там выпадала Луна, да, он не понимал вас. Кто вы вообще? Вы святая или грешница? Вы настолько притягательны были для него, что он вас не понимал. И пытался периодически останавливать себя в своей страсти, в своем притяжении к вам, для того, чтобы понять, вы вообще кто. Вы человек, который стремится к добру, или человек, который его, может быть, там, черной магией приворожил, да? Вот у него вот такие мысли о вас были. Но сейчас через призму времени он, конечно, тщательно все взвешивает и смотрит на вас уже по-другому. Что он думает сегодня о вас и о той женщине? О вас. Ну, во-первых, думает, что вы очень сильный человек и вы очень проницательный человек. Вы очень умная женщина. Почему вы единственная для него? Потому что вы обладаете исключительным умом, да, в его понимании. А та дама, ну, та на эмоциях. На эмоциях, видите, она импульсивная, она может вести себя непредсказуемо, она неуравновешена, там с психикой проблемы могут быть, часто плачет, может быть, им манипулирует. Слезы, да, показывает, как момент манипуляции. То есть по поводу этой дамы, вот ему как-то все ясно и понятно. Она некая такая девчонка, знаете, инфантильная личность, которая требует, которая, если не получает то, чего она требует, то начинает вести себя как-то не совсем адекватно, да, капризы какие-то, условия, которые со слезами, с криком ставятся, очень эмоциональные, да. Ну вот такая дама, от нее, ну он понимает, да, чего от нее ждать, с одной стороны, но она не закрывает его потребностей. Она может быть красивая внешне, стройненькая такая, худощавая. И вроде бы, знаете, вот женственная, и вот эти эмоции, которые она проявляет, иногда неконтролируемые, ему это даже нравится порой. Но это капризы, которые, знаете, надоедают, реально он устает от них. Мужчина устает от бесконечных слез, каких-то стенаний, от раздражительности, нервозности, от этих подколов, которыми иногда она на пике эмоций ему досаждает, да. Восприятие вас по Верховной Жрице совсем иное, более возвышенное. Сама карта, Старший Аркан, Верховная Жрица, говорит о большей значимости вас как Личности. Вот вы Личность для него. Хотя, в принципе, наверное, до вас он в женщинах в принципе не видел Личности. Новый Личность, он с этим уже согласился через призму времени тех событий, которые через него прошли. Будущее этого мужчины, заглянем немножко в его будущее, он примет какое-то решение начать новую жизнь. Что к вам собирается возвращаться? Ну, вы знаете, собирается пойти туда, где любовь, где отношения по взаимности, там, где хорошо, там, где тепло, там, где духовный уровень. С той дамой, что у него там будет? С той дамой куча обязательств, не так просто уйти, но и опять же, пажик падает, там, ребенок, либо дети. Но будет что-то решать с той дамой. Будет что-то решать. Ну, праздник, смотрите, праздник для кого? для звезды, для женщины, которая далеко, которая ждет, которая ранена, ранена. Долгий период неудач, встреча падает вам и успех. Ну, смотрите, шанс у вас с этим мужчиной однозначно есть. Ну, если человек гадает, если его интересует жизнь ваша, ну, конечно, это уже говорит о том, что он рассматривает. Пусть даже еще сам не готов признаться себе в том, что рассматривает вас как вариант для своего будущего. Несмотря на то, что сегодня у него есть какая-то своя стабильность. То есть он хочет развивать отношения, он туда возвращается, он пока еще возвращается в прошлое, я имею в виду, да. Он сегодня пока еще взвешивает все за и против, он еще сравнивает, может быть, вас, эту женщину. То есть вот пока еще неопределенность присутствует, но уже он, скажем так, видит вас, видите, совсем с другой стороны. Хотя недостаточно вас понимает, но ясно ему как бы уже одно, что вы личность, и он хотел бы жить именно с такой женщиной, а не терпеть каждодневные слезы, капризы, стинания. Он морально устал от этого уже. Вот такой расклад, надеюсь, информация была вам полезной.